Те фигуры Хладни, которые звук формирует, они очень похожи на структуру крупномасштабную сверхскоплений галактик. Это как будто космический мощнейший звук во время большого взрыва, во время инфляции, хлопка большого расширения вселенной повсеместного произошедшей. Узлы и пучности из этих галактик собираются и формируют некий узор Хладни. Меня зовут Дмитрий Шалевич, я инженер, изобретатель. Также по имени этого занимаюсь музыкой и живописью некоторыми другими видами творчества. Мне с детства интересен был космос, поэтому я изучал различные нюансы того, как создаются устройства, а также была мечта о записи музыки в условиях открытого космоса. И поэтому, собственно, мое образование в аэрокосмическом факультете, в МАИ, было связано с этим. И там, на последних курсах, я понял то, что я хочу именно изобретать. У меня несколько изобретений. В частности, орбитальная студия, как раз которая предназначена для высококачественной записи аудио-видеопродукции в условиях микрогравитации и непосредственно в открытом космосе, это, собственно, способ интеграции студийного оборудования, как и любого студийного многофункционального оборудования, внутрь космического модуля. И таким образом можно получить возможность записи без присутствия человека, ну, или с минимальным присутствием человека на борту космического аппарата любой музыкальной композиции, как с помощью роботов-музыкантов, так и с применением реампинга, либо каких-то других дополнительных средств, то есть, ну, когда мы просто записываем даже шум самого аппарата, космической станции, что для исследований кардинально важно. А также записи видео, то есть это как съемки фильмов, вот что сейчас отрабатывалось на проекте «Вызов в Роскосмосе». Клим Шипенко снял непосредственно на МКС. Это, по сути, такая вот своего рода попытка Роскосмоса отработать технологию записи аудио-видеопродукции непосредственно в условиях космического полета. То есть после того, как я им предоставил ссылки на патентные документы, написали непосредственно описание, некоторые другие материалы. Спустя там год или даже меньше, вот запустили проект «Вызов», который сейчас уже, по сути, частично реализовался, то есть отсняли весь материал с актрисой Юлии Пересильд на орбите, и ведутся уже подготовительные процессы для выпуска в кино. Еще в 90-е годы прошлого века была идея о том, чтобы станцию «Мир» превратить в студию, то есть снимать там различные фильмы, телепередачи, возможно, даже музыку записывать. Но на тот момент технологии были не готовы для этого. А я в своих работах, в патентуемых документах представил объем технической базы, технического уровня, который позволяет уже сейчас вести данные работы, то есть, ну, по сути, вдохновил их на проведение такого эксперимента. Как бы мы ни пытались, невесомость мы моделируем на больших установках, на которых какие-то маленькие крупицы не выходят. То есть, прорисовать, ну, допустим, картинку какую-то, отдельный какой-то кадр, может быть, и можно. А вот небольшое, даже маленькое видео, пара секунд невесомости, требует колоссальных затрат на компьютерную графику, и при этом выглядит недостоверно, нереалистично. Вдохновляет музыка, вдохновляет астрофизическая исследовательская работа других специалистов, вдохновляют фильмы, фантастика, книги, направленных на то, чтобы, в принципе, сделать человечество полноценно цивилизацией космической. Хочется именно этим проектом популяризовать не только космонавтику, но и сделать более реалистичным видение космоса для простых людей. Субтитры создавал DimaTorzok